Поехали? Да, я готов. Привет всем. Сегодня интересный день для автолюбителей и любителей электроэкзотики. Итак, участники, участники нашей программы Богдан, чемпион мира по Тесле и герой Сергей Дышкант, мастер спорта по всем видам спорта и, естественно, по автоспорту. Обзор будет вот этого недоразумения под названием Порш. Порш как? Богдан улыбнулся. Порш Тайкан 4С. Значит, в чем прикол? Прикол в том, что чемпион мира по Тесле Богдан хочет, чтобы Тесла Model 3 объехала это недоразумение, которое долго и нудно Порш рожал. В двух словах, извиняюсь. Мы когда выезжаем на трек, на любой машине, всегда первое, чем мы сравним с Поршем, это первый электрический Порш. Давайте встанем так, чтобы свет хорошо впадал. Первый электрический Порш. Первый электрический Порш. И когда он попадает в руки, в пользование, он отдает спортивность. Так вот, хочется посмотреть на него в реалиях эксплуатации на треке. Это круче, чем восьмерка Бэха и там какая-то, не помню. Ой, то бедро точно, то бесполезная херня. Если кто-то думает о том, что это спортивная машина, то лучше... Так, не думают. Хорошо. Просто пластиковая бедро. Ну, значит, два конкурентка в мире, да? Это вот эта и Model S. Пишка. Не-не-не-не-не. По скорости. По скорости разгона по прямой? Да. Ну, да. Окей. Она, ну, Model S P противостоит. По рулевым? Вообще, эта машина способна себя показывать на треке, а Model S на треке себя не показывает вообще. То есть, она, если брать с точки зрения реальных, реальных спортивных характеристик, она ближе к тройке перформанса. Ага, окей. Сережа катался на тройке перформанс, я так понимаю. Ну, да. На таком драконе еще не катался. Вот. Сейчас будет интересно его мнение, как же вдавливает дракон и троечка. А что вообще можно сказать по этому? То есть, что здесь... Это самая, это самая, самая слабенькая версия Porsche Taycan, которая есть на сейчас в продаже. Будет еще слабее, будет еще заднеприводная. Сколько, подожди, сколько денег это стоит сейчас? Конкретно это или вообще эта модель? Да. 4S. Что такое 4S? Полный привод? Полный привод, да. S это что? S это то, что она не, короче, не гражданская версия, а способна что-то делать. Ага. Версии не S Taycan не будет пока что, не предвидится. То есть, потом Taycan S, просто заднеприводный. Да. Потом будет 4S, потом Taycan Turbo идет. Я не понимаю вот эту версию, что это такое. И то, что я понимаю, это Turbo S. Это вот та, которая едет по прямой, как им хочется, быстрее, чем Model S Performance. Ага, ага, ага. Вот. Что, что, в чем прикол этой машины? Давай откроем там какие-то двери, не знаю, багажник, капота, как они называются. Я смотрю, что здесь ксенона уже нету, недоросление до ксенона, да, поставили LED. Нет, здесь матричные пары, это опция. Я просто не сказал, что эта машина стоит 98 тысяч евро, но конкретно этот экземпляр, то есть, эта версия, с количеством опций стоит 140 тысяч евро. То есть, здесь на 40 с копейками тысяч, здесь вот, я доставлю ключ от Тески. Кстати, они очень похожи. Так, что же здесь эдакого? Ключи от Тески, ключи от Парша. Подкапотное пространство. Кстати, вот он не открывается, я каждый раз забываю, что здесь надо еще отдельно щеколдать. В 911 там та же ситуация, ну нормально, косметичка влазит, больше я не хочу. Нет, нормально, кстати, это, по-моему, из всех Тесла-заменителей и самое большое багажное отделение, самое большое. Алюминь. Полностью машина, вся полностью алюминиевая. Ага. Рабы по карбон, конечно. Наверное, здесь должно быть написано. Или не написано. А в европейцы от них пишут, в американцы пишут. Что-то они хотят писать. Я помню сравнение, я делал сравнение по характеристикам, она почти точно... Она вообще характеристиками, всеми вот этими показателями, по цифрам, практически Model S везде. Плюс-минус погрешность какая-то. А сколько у нее до сотни разгона вот этой вот? У этой 4 секунды. 4 секунды. То есть она эквивалент не Performance S, она эквивалент Model S Long Range, которая выпускается на сегодняшний день. И сегодня я взял за новую предоплату, там человеку она обошлась 83 тысячи евро. Полную. Там она в комплектации все есть. То есть это в комплектации дается, ничего нет, ты их добавляешь, а там нечего добавить. Там они все, что можно было, чтобы... Ну, багажник, багажник не очков, ясно. Но, это четырехдверное купе, это раз. Во-вторых... Нет, тут, конечно, постоянно сэскачат. Во-вторых, оп, а что внутри? Перфорация, пацаны, перфорация! Перфорация, ломаются сидения? Не ломаются. Дисплейчик есть, есть, Bluetooth, все. Пять дисплеев. Здесь опционные два дисплея есть еще. Ясно. Ну, не знаю. Опционные два дисплея. Так, чтобы... У меня будет, конечно, много текста и разговоров про эту машину. Но так, чтобы вкратце... Сравнивая с Model S, это 911-й, растянутый, да еще дополнительный двух дверей. То есть, это 911-й. Это не лифтбэк, не седан, ни в коем случае. А Model S это универсал, который залезали до хэтчбэка, до лифтбэка. Вот и вся разница между ними. То есть, разница катастрофическая. Может, это Panamera обычная, нет? Нет, Panamera, ну, Panamera лифтбэк, то есть, отсюда. И в Panamera больше места сзади. То есть, она еще более залезанная. У нее больше бедра вот эти, вот они выступают такие. По размеру она больше, чем S? Она по размеру плюс-минус миллиметр точно такая же, как S. По высоте чуть ниже. По ширине такая же, один к одному. Все, если визуально она такая же точно. Да, я понял, просто я теперь понимаю, почему первое слово, которое мне пришло в голову, а я же не думаю, когда говорю, это недоразумение. Для меня это еще теперь больше недоразумения. Я не понимаю, зачем оно вообще нужно. Это и не Porsche, скажем так, 911, не что-то коротенькое, обычное для спорта. Это и не что-то длинное, потому что сзади места нету. Это какой-то прапорщик, знаешь, между офицером и солдатом. И это Volkswagen показал Tesla Кузькину мать. И достали вот эти все, что Tesla растет, Tesla это, Tesla отжимает рынок. И они взяли лапать. И как когда-то Никита Сергеевич бахнули по трибуне, сказать, да вот вам. И она действительно едет, действительно управляется. Но как мы сейчас узнаем. Да, 100%. С Богом. Давай глянемся. И здесь, кстати, есть коробка передач. Вова, ну что, можно? Которая пихается в самый неподходящий момент. Ну что, поехали? Ты едь, а я спрошу у Богдана, сколько у тебя сейчас подписчиков? Так, я думаю, что мы вместе поедем. Мы вместе поедем, я же камеру подержу. А, слышишь? Я же хочу испугаться. Ага, хорошо. А скажи мне сейчас тогда, окей, а сколько у тебя сейчас уже подписчиков на канале? Сколько их было? 140. 140. И сколько денег дает такой канал? Сколько денег дает? Ну, конечно. Конкретный канал? Ну, конкретно, да. Он зимой давал, почти уже выходил на 800-900 долларов в месяц, а сейчас 200-300 долларов. Поделило, поделило все, да, там. Я не знаю, да. Вот эта пандемия, вот эта вся, или алгоритмы Ютуба переделали. Ну, короче, сейчас сильно очень. Ты хочешь фотографию? Да, мне надо заставку фотографий. Так, сейчас, секундочку. Понеслась. Наверное, запись. Да. А ты камеру свою хотел, да? Да, а я сейчас свою. Да, у тебя руки подлинные, чего у меня? Это я уже еще не пришел. Так. А как режимы включаются, я не знаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, мы на треке. Что нам здесь пригодится? В первую очередь, это музыка. Правильно? Я ничего не путаю? 100%, да. Без нее никуда. Так, значит, режимы. Ставим спорт плюс. Сразу я попал. Для безопасного вашей тренировки. О, все. У нас включился регистратор. Начало, запись. Нет, включаем D. Все, и машина оживает. Все, поехали. Да. А, не секундочку. Нам надо, чтобы... Ух, кто-то... Когда мы пролетим за все время, когда первый этот проедет. Петя, а ты время можешь отсечь? Кого? Время. После первого круга. Отсечь время. Хорошо, хорошо. Отсеку. Хорошо. Давай. Так, у нас этот круг не то, чтобы супер будет в зачете в каком-то, но хотелось бы увидеть примерное сравнение, как мы на тройке ехали и на этой машине, и что она покажет. Поехали? Да, я готов. Как звук? Интересно. Елки, как страшно. Стукой, погодеть. Подвеска, конечно, держит интереснее, что у нас. Да? Да. Подвеска интереснее уже хорошо. Так. А тормоза как? Сейчас ничего не было. Торможение. Ну, пока неплохо. Блин, он перегазовки делает такие, да, из колонок? Как настоящие. Тормоза похожие на троечку. О, сносят попу, да? Динамика разгона на выходе из поворота слабенькая. Ох, чёрки-похки. Ёлки-похки. Не хватает, да? Ну, резина плывёт. Раскальзывается. Не, ну он плывёт. Троечка мне больше нравится как. Ну вот, и торможение. Вот видишь, какое. Какое, я не понимаю. Ну, поскользнулась она, не затормозила. Вся, время пошло. Не затормозил он. Там, где нужно. Вторую передачу почувствовал? 180. 180. 190. 190, хорошо. Ревни зажало. Да, я дышать уже не могу. Я и в принципе до этого не очень дышал. Короче, резина у нас кончается раньше, чем колодки, чем тормозные диски. Честно говоря, тормозит она не по-поршески. Это интересное мнение, учитывая, что здесь тормозы опционные. Честно говоря, комфорта не ощущается для быстрой езды. Как она уплывает туда? Я же говорю, не держит резину. Короче, надо другие колеса, чтобы сюда приехать. Не держит вообще. Ты же сам чувствуешь. Этот круг накатом проедем, уже растынет. Все, что могу сказать, если что-то слышно. Да, слышно. Два круга всего проехали, из них только второй был активный, можно сказать. Ну блин, затормозить нормально точно мы не смогли, даже по сравнению с Model 3 Performance в стандарте. И ладошки у меня уже мокрые. У меня тоже ладошки здесь постоянно мокрые. Почему? Потому что реально с машиной надо бороться везде. Она не держит поворот нормально. Ее сдвигает резина, не держит. Тормоза не тормозят. Я думаю, у меня ладошки потеют из-за того, что машина более эмоциональная. Это потому что ты, наверное, ждал от Порше чего-то невероятного. На самом деле это не та версия, наверное, чтобы получить кайф как от настоящего Порше. А это машина... Короче, тут Порше надо пригонять. Думаю, да, да. А эта машина сам почувствовал. Поворот заправляющего заранее тормозить надо. Полный привод тянет, но слабо. Выход из поворота у Model 3 он ярче, он более активный. Мы сравниваем с Model 3 Performance, а эта версия все-таки не Performance, поэтому не совсем честно. Блин, Model 3 стоит дешевле. Е-мое, это раз. Ну, да. Во-вторых, Model 3 это другого класса. Ладно, я сейчас тебе ключ вентиляцию соединю. Чтобы это зла делать как-то. Как теперь? Легче? Ну, такое. Я же говорю, что... Не знаю, Model 3 пока мне нравится больше. Не победил Порше вот с этих тестерами. Мы, конечно, не планировали сравнивать, но как-то все-таки хотелось от Порша почувствовать какой-то вау-эффект. Не, ну что я тебе сказал перед заедом, когда ты меня спрашивал, что говорить? Я его не почувствовал. Это вау-эффект. Ты сказал, чтобы говорить. Все, что считаешь, нужно. Ну, да, да. Я поэтому и говорю, что вот якобы сравниваю даже с обычной стандартной машиной, на которой мы ехали вчетвером по дождю. У нас не было таких спецэффектов, как на этой машине. Прикольно то, что попробовали. Хорошо. Сидушка на счет сидения удобнее, чем в тройке? Не сказал. Ну, уже ягодицами не боролся так за... Не сказал. Ну, в этот раз я пристегнул. В прошлый раз я не пристегнул был. Я вот так коленями держался. Я понял. В общем, такое. На самом деле, вроде как и неплохо, вроде как похоже, но что-то все не до лед везде какое-то. Торможение слабое. Ну, как бы подвеска вроде бы держит лучше, но резина уже не справляется, потому что нагрузка на резину пошла. Вот. А она плыла у нас и в поворотах, и в торможении, и во всем. Если Model 3 была в торможении прогнозируемо, даже когда агрессивное торможение, она цеплялась и пыталась куда-то ускользнуть. Мы ее держали за счет рулежки. Тут эффекта не было. Она просто не тормозит и едет на 3-4 метра дальше. Хорошо. Расскажи, чтобы ребятам из Porsche было легче продавать эти машины по сравнению с Model S. Блин, ну. Немножко разные машины, наверное. Model S. Наверное, покомфортней. Вот. И мне больше нравится отзывчивость. Model S нажал и поехал. Здесь на выходе с поворота нажал. Она едет, но едет очень безопасно. Вот что вот прочувствовать в Porsche. Летейшая безопасность. И все. Ну, прогнозируемо очень, да? Да, прогнозируемо, понятно и так далее. Я не думаю, что кто-то по городу будет покупать такую машину, чтобы так носиться, как мы здесь. Вот. А проехали мы, по сути, только два круга. Но этого достаточно было, чтобы понять, что, в принципе, к треку она также не готова, как и любая другая Tesla. То бишь, как бы, конкурент этой машины. В принципе. Или это конкурент Tesla. Это уже не принципиально. Принципиально то, что эти машины, в принципе, в таком состоянии, в базовом, заводском, не предназначены для кольцевых гонок. И поэтому, если кто-то покупает эту машину как кольцевой, например, как 911 GT3 или GT3 RS или Turbo, то это не та машина. Что мы можем сказать, посоветовать купить эту машину вместо обычного 911, чтобы не стоять в пробках на нем? Ну, это, наверное, гораздо комфортнее, да. И экономнее. Так, мне интересно, что Дон Педро засек по кругу. Я не думал, что что-то получилось. Года сегодня плюс 32 приблизительно. Шикарно, скажем так, для установления рекордов. Резинка прогрета автоматически. Дон Педро, что у нас получилось со временем? Минута 31. Минута 31? Так у нас же на этом получалось, минута 31. На Дон Педро. Минута 30 копеек почти. Почти то же самое, да. Почти то же самое. У нас там, если здесь, например, было практически 190 км в час, вот там на первом половине, то в тот раз, когда мы проехали минута 30 копеек, и у нас из-за чек-энжины, из-за всех этих боков, больше чем 165, машина там не разгонялась. И мы проехали. В тот раз, да, это же время практически. Ну и резина, если здесь свежая, новая, то там у нас была спереди, если ты помнишь... Там у нас резина вообще... Что попало, да. В общем, было, на то мы поехали, потому что нам нужно было понять, сработать ли подвижение веса. Она сработала. Фрет одинаково на первом кругу, на втором? Нет? Нет. В плане того типа стабильности едет одинаково, но что за два круга мы не успели ничего нагреть. Не тормози. А, нет, тормозов нет. Мы на первый раз сюда подошли, мы на 3-4 метра не попали в торможок. Она просто включается АБС, она плывет просто. Точно так же и в повороте. Чуть ранее открытия газа, она раз и сдвигается, метр на два. Стабильность, да. Надежность, да, она едет. То есть, так сказать, что ее можно там раскачать и она куда-то улетит, наверное, нет. А с точки зрения того, как выходит там Тесла из поворота, она ярче и агрессивнее выходит. Лучше, чем у нас. Что касается там типа провокаций каких-то, она более прогнозируемая. Но в то же время она тоже такая же не кольцевая, какие там, что там кольцо у нее. Это по сути же повозка с хорошим приемом за большие деньги. А тройка? Народная тачка. Народная. Как когда-то был в RX STI, все покупали такие. Взял и поехал рвать, мажоровать их в центр. Вот что такое перформанс. Да, вот что мы заметили, интересно, это то, что колонки немножко поддавали нам адреналину. Звук, когда вы стартуете. Да, я первый раз слышал электронный вариант пострела выхлопа. Ну там же камера стоит, там камера стоит, она же записала все внутри. Там хорошая, конечно. Ее надо, наверное, выключить. Идемте, выключим. Короче, это для тех, у кого есть достаточно денег, чтобы купить чуть дороже Model S и как бы в потоке отличаться. И рассказывать, что я не лох на Tesla. Но есть один нюанс, который меня лично... Вот все, вообще, гипотетически я, который имеет нереально большое количество денег, который вообще не парится по поводу денег, мог бы купить такую машину и Model X для дальних путешествий с семьей. То есть две машины. Но здесь есть две вещи, которые меня смущают. Это первое, что надо постоянно тормозить, постоянно перемещать ногу на тормоз. Ну то есть, блин, отвыкаешь от этого, это напрягает. И второе, я сегодня осень стартовал на перекрестке, а дальше сужение. И я смотрю, она так, виу, дернулась, типа меня вздрюхнулась. А я такое, ах ты, я ж на поршку, нажимаю, и она переключает передачу, так и... И я седьмая, и прыгнул в это. И я, как бы, я проиграл впервые на электрокаре, со светофорой. И у меня такого в жизни нет. 19 августа, запомним эту дату. То есть, ну, вот такие два момента, которые раздражают. Ну, нахрена эта коробка там, где она не надо? И второе, вот, сделать так, как у Model S рекуперацию. Причем это можно сделать программно. Вот так вот, раз, и все. Да, но тем не менее, смотри, получается, так как значок Porsche на капоте, у нас ассоциируется он со спортивным 911. Мы от него ожидали этих эмоций, и их, естественно, не получили, потому что, все-таки, это не 911. Ну да, я говорил недоразумение. Давайте снимем камни. Плейчики, и все светится. Даже есть меню на русском. Вот наша камера, которая все должна была зафиксировать. Ой, что это там рассказывает? Целлофани в кулечках. Бузи, Бузи! Хоп, доводчик сработал. Ну что? Ну, там все, наверное. Что тут еще скажешь? И вообще, надо ли что-то говорить? А так, вроде, все понятно. Минуты 31. Это вообще не время. Нечем. Ну вот, для примера, М2. 400 с копеечками сил едет минута 27. А Порш минута 31. Причем это на практически гражданской резине. Ну, я так понимаю, она не прошита, не перепрошита. Это просто стандарт сток, да? Машина с магазина БМВ. Минута 27. Будьте здоровы!